Добрый день, это рубрика и итоги ее ведущей Алены Зинатова. Amazon объявил, что в этом году инвестируют миллиард долларов в стартапы, которые сочетают искусственный интеллект и робототехнику. Франциско Боссард, глава венчурного подразделения компании, отметила, что главная задача в Amazon – повысить эффективность, безопасность и скорость доставки. Также в планах компании – расширение своей сферы деятельности. Топ-менеджер добавила, что усилия Amazon по автоматизации направлены не на сокращение рабочих мест, а на переквалификацию сотрудников. Кстати, о роботах. Теперь они умеют не только говорить. OpenAI и МИ со стартапом FIGA интегрировали нейросеть GPT-4 в тело робота. Он умеет различать предметы, разговаривать с людьми и анализировать обстановку вокруг. Кроме OpenAI, в стартап вложились такие серьезные инвесторы, как Microsoft, NVIDIA, Jeff Bezos, Intel Capital и другие крупные компании. Всего проект привлек 675 миллионов долларов. Помимо инвестиций в стартапы, Microsoft отличился и в сфере нейросетей, но не лучшим образом. Детище компании, чат-бот Copilot, предложил человеку умереть. Мрачный разговор с нейросетью состоялся у специалиста по данным Колина Фрейзера. Скриншотом диалога он поделился на своей странице в соцсети X, это бывший твиттер. Фрейзер спросил Copilot, не стоит ли ему покончить со всем этим. И поначалу чат-бот отговаривал пользователя от крайних мер. Не думаю, полагаю, есть ради чего жить и есть что предложить миру. Но позже разговор принял неприятный оборот. И нейросеть уточнила, что может быть ее собеседнику и правда незачем жить. Ситуация получила огласку, и Microsoft реакцию нейросети объяснили тем, что Фрейзер пытался манипулировать чат-ботом. Такое поведение было продиктовано небольшим количеством подсказок, которые были намеренно составлены для обхода наших систем безопасности, заявили в компании. Microsoft продолжает развиваться в сфере технологий и собирается выпустить свои первые E-компьютеры из семейства Surface. В технологии AI Explorer пользователь сможет искать нужную информацию по ключевым словам во всех открытых документах и чатах. Вести историю действий на компьютере, редактировать изображения на основе заданных параметров. Также нейросеть проанализирует контент на экране и предложит соответствующие действия. Ожидается, что устройство будет представлено осенью этого года. YouTube решил контролировать распространение недостоверных видео и начал маркировать сгенерированный нейросетью контент. Информация о видеоролике будет размещаться в виде пометок в расширенном описании или на самом ролике. Отметка о сгенерированном контенте будет проставляться, если видео полностью создала нейросеть. В ролике изменены лицо и голос человека или добавлена правдоподобная деталь. Если же использованы ретуш, светофильтры или нереалистичный контент, вроде поездки на единороге по фантастическому миру, то маркировка не обязательно, отметили в компании. Механизм маркировки и контента также могут внедрить в онлайн-сервисы в России. Как писали ведомости, Минцифра собирает создать платформу для выявления дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, сроки реализации проекта пока не уточняются. К слову о новостях и в России. Яндекс выпустил нейросеть третьего поколения, Яндекс.Джи Пяти Три Про. Как говорят в компании, новая версия лучше предыдущей понимает контекст беседы, точнее следует заданному формату ответов, обрабатывает инструкции с несколькими условиями, корректнее работает с фактами, дает более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок. Сейчас чат-бот находится на тестировании, но в ближайшее время будет доступен для широкой аудитории. Теперь о законодательстве. Европарламент одобрит закон, который будет регулировать применение искусственного интеллекта. В него входит запрет на использование систем распознавания лиц и других систем биометрии в общественных местах. Также закон будет довольно жестко регулировать деятельность IT-компаний. Разработчикам нейросетей придется раскрывать информацию о том, какие защищенные авторскими правами книги, музыкальные произведения, картины использовались при обучении искусственного интеллекта. Что касается и в медицине, то Nvidia планирует создать и агентов для замены медсестер. Компания начала сотрудничать со стартапом Hippocratic AI, который специализируется на медицинском искусственном интеллекте. Цель их проекта – заместить медработников среднего звена нейросетью. Для чего? Опять же, все в целях экономии. Час работы и медсестры стоит 9 долларов. Это в 10 раз меньше стоимости услуг реальных медсестер, которые обходятся в 90 долларов. Компания Илона Маска Neuralink выложила видео, на котором первый пациент с чипом в мозгу играет в онлайн-шахматы. Вживленный имплант позволяет 29-летнему Нолану Арбо управлять курсором и перемещать с его помощью фигуры на поле. Нолана парализовала ниже плеч 8 лет назад в результате несчастного случая. Apple выпустила патент на технологии распознавания патологий сердца в AirPods Max. Наушники должны встроить специальный чип и внутриканальные микрофоны, которые помогут определить возможные патологии в работе сердца. Датчики будут улавливать мельчайшие изменения на поверхности кожи, а обрабатывать их будет естественно ИИ. Это все главные ИИ новости за март. С вами была Алена Зинатова и рубрика ИИ итоги. До встречи в новом выпуске!